Самой известной ярмаркой Аравии была ярмарка в городе Мекка. Этот город расположен в засушливой местности на перекрестке оживленных торговых путей с юга Аравии в Сирию, Палестину, Ирак и Египет. Земледелие в этих местах было невозможно, поэтому жители Мекки занимались ремеслом и оседлым скотоводством. Помимо этого, они сами торговали и снаряжали караваны, которые вывозили сырые и обработанные кожи, серебро в слитках из рудников Аравии, изюм из соседнего оазиса Таиф. Многие богатые мекканцы владели в Таифе и других оазисах участками земли и были удачливыми земледельцами. Но чаще мекканцы нанимались к торговцам в качестве проводников и погонщиков верблюдов. С торговыми караванами они объехали многие земли, поэтому жители Мекки прекрасно знали обычаи и традиции разных народов, были знакомы и дружны с вождями арабских племен. С давних времен большая часть населения Мекки принадлежала к племени Курейш. Каждый курешитский род жил отдельно от других, правил городом род Омейядов. Правители Мекки всячески старались сделать город наиболее привлекательным для купцов из разных стран. Мекка делилась на кварталы. В каждом из них был свой базар, святилище местных святых и несколько постоялых дворов караван-сараев. Здесь на постоялых дворах останавливались путешествующие торговцы, сюда со своим товаром приезжали и вожди кочевых племен. Караван-сараи были центрами объединения самых разных людей. По меркам современного человека, эти гостиницы были, конечно, не слишком удобны, но в те времена каждого путника здесь встречали как подарок Бога и старались создать для него самые лучшие условия – накормить и напоить, дать возможность отдохнуть самому и позаботиться о его слугах, вьючных животных и товарах. Недаром слово «сарай» переводится как «дворец». С давних времен до наших дней дошли знаменитые слова хозяев караван-сараев. Нам каждый гость дарован Богом, какой бы ни был он страны. Но не только торговля привлекала в Мекку арабов. Здесь, в центре города, находился их древнейший храм Кааба. Он представлял собой сооружение кубической формы, поэтому его название переводится как «куб». В храме хранилась величайшая святыня арабов – черный камень. Он вставлен в стену храма. По преданию, черный камень когда-то был белее снега. Бог – арабы называли его Аллах – подарил его первому человеку Адаму. Адам вставил камень в серебряную оправу и построил над ним святилище. Но с той поры от грехов, которые совершали и совершают люди, камень почернел. Напротив камня находится священный источник Замзам. Его вода считается целебной. По преданию, стены храма были когда-то расписаны 360 изображениями божеств различных арабских племен, поэтому Кааба была для арабов центром всеобщего поклонения. Сюда совершали паломничество все верующие жители Аравии. Знатные члены племени Курейш держали в своих руках ключи от храма. Они же были руководителями обрядов, которые арабы совершали возле святилища. Со временем, почитание Каабы благодаря активным путешествиям мекканцев и популярности ярмарки, которая ежегодно проводилась в их городах, распространилась по всему Аравийскому полуострову. Постепенно Мекка превратилась в город, вокруг которого могли объединиться все арабские племена. Нужно было лишь найти человека, который смог бы возглавить это объединение. И такой человек родился в Мекке в 570 году нашей эры в обедневшей семье Курейшита по имени Абдаллах, что значит «раб Аллаха». Род Абдаллаха назывался Хашим и был очень древним. С незапамятных времен хашимиты, как звали членов этого рода, были хранителями ключей от Каабы. Они жили в квартале, расположенном недалеко от храма. Поэтому родившийся мальчик, которого назвали Мухаммед, в Европе это имя звучит как Магомед, был воспитан в традициях почитания Каабы. В 6 лет Мухаммед остался сиротой. По обычаям арабов о нем заботились его бедные родственники. В юности Мухаммед был пастухом, затем приказчиком, сопровождавшим торговые караваны. Позднее, женившись на богатой вдове Хадидже, он ввел ее торговые дела. С 610 года Мухаммед оставил торговлю. В это время, как он сам говорил, он стал Наби, пророком которого посещали видения. Мухаммед говорил, что слышит голос Бога и что Бог выбрал его в качестве своего посланника к людям, что то, он рассказывает им, является истиной, которую внушает ему единственный Бог, Аллах. Позднее, собранные вместе и записанные, эти слова составили Коран, священную книгу новой религии, которая называется Ислам. Согласно новому вероучению, Коран существовал всегда, как сам Бог. Само слово Коран означает «читать вслух», поэтому громкое чтение Корана до сих пор является важнейшим обрядом в исламе. По словам Мухаммеда, оригинал этой книги написан на арабском языке на свитках и хранится на седьмом небе под престолом Аллаха. И только Аллах стирает, что желает, и утверждает в ней, что захочет. Бог и раньше давал людям откровения, посылая их через своих пророков. Такими пророками были Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид и Иисус. Каждый из них поведал людям волю Бога, а трое, Моисей, Давид и Иисус, передали людям священную книгу с записанными истинами. Однако люди, к которым эти пророки посылались, со временем исказили слова Аллаха. Поэтому, ради восстановления истины, Бог должен был посылать людям новых и новых пророков и учителей, пока, наконец, не прислал Мухаммеда, своего последнего пророка. Представление о мире, изложенное в Коране, в основном было заимствовано из Библии. Так же, как и в священной книге иудеев и христиан, в Коране признается существование одного всемогущего и всеведущего Бога-творца. Согласно Корану, Он сотворил мир за шесть дней. В пятый день Аллах создал людей, Адама и Еву. Аллах знает все, что происходит на земле, все, что совершает каждый человек. Об этом прямо говорится в тексте священной книги. «Не постигнет нас ничто, кроме того, что начертал нам Аллах». И «Аллах видит то, что вы делаете». Каждого уверовавшего в Аллаха ждет справедливое вознаграждение. После смерти он попадет в рай. Те же, кто грешил на земле, после смерти окажутся в аду, где будут терпеть вечные муки. С 610 года Мухаммед активно выступал с проповедями Единобожия. Своей речью он всегда начинал утверждением «нет Бога, кроме Аллаха». Мухаммед убеждал сограждан, что нужно во всем покорно следовать воле этого Бога. Слово «ислам» так и переводится «покорность». Тех же, кто стал следовать новому вероучению, стали называть муслимы или мусульмане, что значит «покорные Богу». Но Мухаммед не ограничивался только религиозными проповедями. Он призывал арабов прекратить вражду и объединиться. Он осуждал богачей, несправедливо наживающих богатства, и призывал их помогать бедным, сиротам, вдовам выкупать и освобождать рабов. Однако в Мекке проповеди Мухаммеда не встретили широкой поддержки. Знатные и богатые курейшиты не скрывали своего отрицательного отношения к словам Мухаммеда, к нему самому и его последователям. Сторонники пророка подвергались травле и преследованиям. Спасая первых мусульман, Мухаммед решился на отчаянный шаг. В 622 году вместе со своими сторонниками он переселился в соседний оазис, который несколько лет спустя получил название Медина, что означает город пророка. Большинство жителей Медины перешли на сторону Мухаммеда, а его противники были изгнаны или убиты. Год переселения, по-арабски хиджра, стал начальным годом мусульманского летоисчисления. В Медину со всех сторон стекались последователи Мухаммеда. Здесь была построена первая мечеть, дом для молений. Образована первая мусульманская община, построенная не по родовому или племенному признаку, а по взаимному признанию прав каждого человека, народа и вождей мухаджиров, самых близких сподвижников пророка. Поэтому среди первых мусульман оказались приверженцы всех религий, в которых признавалось единобожие, а в Коране появилось откровение о равенстве исповеданий, в религии нет принуждения. Мусульманская община жила в соответствии с требованиями, изложенными в откровениях Мухаммеда и закрепленными затем в Коране. Так в Медине в одном из своих откровений пророк признал, что неравенство среди людей было установлено Богом. Поэтому мусульманин не должен завидовать тем, кто богаче него. В то же время одной из главных обязанностей мусульманина был закят, налог на имущество, который каждый мусульманин был обязан платить в пользу неимущих членов общины. Другая обязанность требовала от последователей ислама обязательно раздавать милостыню. Третья обязанность каждого мусульманина – это пять молитв в день. Молитвы должны были возноситься всеми мусульманами одновременно в определенное время суток после того, как священник Мулла или Муидзин с высокой башни, которая называлась Минарет, возвестит им о часе молитвы. Ислам призывал всех мусульман участвовать в священной войне против неверных. При жизни пророка под неверными поднимались мекканцы, выгнавшие Мухаммеда и его приверженцев из своего города. Позже неверными считали тех, кто не являлся людьми книги, то есть язычников, не исповедовавших иудаизмы христианства, атеистов, то есть людей, отвергающих существование Бога. Именно против них вели свои войны последователи Мухаммеда, стараясь обратить их в ислам. В Коране говорилось, что каждый мусульманин, погибший на такой войне, становится шахидом, то есть святым мучеником, и немедленно попадает в рай. Мухаммед стремился вернуться в Мекку. С 622 года между мекканцами и сторонниками пророка в течение восьми лет шла упорная и кровопролитная война. Она завершилась в 630 году, когда после долгих переговоров Мухаммед заключил с мекканцами соглашение. По этому договору жители Мекки обязались признать религиозную и политическую власть Мухаммеда и принять его учение ислам. Для себя мекканцы добились признания своего города главным центром нового вероисповедания, а Каабы – главным святилищем ислама. Причина подобного отношения куришитов Мекки к новой религии и ее пророку заключалась в том, что ислам к этому времени приобрел большое число сторонников и стал силой, способной объединить Аравию. Мекканцы решили использовать эту силу в своих интересах и возглавить объединение Аравии под лозунгом обращение всех арабов в ислам. Полное объединение Аравии и обращение ее населения в ислам, во многих случаях чисто внешнее, произошло уже после смерти Мухаммеда в правлении его ближайших преемников – первых двух халифов. Именно тогда в результате их завоеваний было образовано первое единое государство арабов – Арабский халифат.